Став суперзвездой, Майли Сайрус не заболела звёздной болезнью. Она не была замечена в скандалах или бурных романах. Однако при этом она является одной из самых богатых девушек Голливуда. Как же это у неё получается? Нужно окружить себя семьёй и хорошими друзьями. Без этого я бы сошла с ума. Если рядом не было бы людей, которые всегда могли бы сказать, как сильно они тебя любят, пришлось бы туго. Остальные воспринимают тебя только как звезду. Настоящего тебя никто не видит. Если у человека есть люди, которые его знают и любят таким, как он есть, он застрахован от многих проблем. Майли повезло, она выросла в дружной семье и воспитывалась в христианских традициях. Её карьера находится под контролем отца. Он всегда говорил, что Голливуд может запросто разбить сердце. Я с ним полностью согласна. Поэтому, когда начинаешь карьеру в шоу-бизнесе, тебя должны окружать знающие люди. Бывший музыкант и актёр Билли Рэй Сайрус, известный ролью в «Крутом Джеке», знает, что нужно учиться на своих ошибках. В этом мире нет совершенных людей. Мы все совершаем ошибки, но жизнь надо проживать с умом. Нужно быть настоящим и заниматься тем, что любишь. Если оступился, нужно вновь подняться. Общительность отца, который также является менеджером поп-звезды, является противовесом строгому характеру мамы Майли Тиш. Оба родителя дали дочери всё необходимое, чтобы та могла успешно лавировать между опасными рифами шоу-бизнеса. И, по словам её коллег, это приносит свои плоды. Она упорно трудится, у неё прекрасная семья, которая поддерживает её и не даёт ей зазнаваться. А ещё у неё прекрасная трудовая этика. Майли родилась в Нэшвилле, штат Теннесси, в 1992 году. Вместе со своими братьями Брэнди, Трейсом и Брейсоном, и младшей сестрой Ноа, она росла на пригородной ферме площадью 500 акров. Родители назвали Майли Дейстин Хоуп Сайрос, потому что чувствовали, что она оставит свой след в истории. Из-за улыбчивости девочку прозвали Смайли Майли, и прозвище стало её именем. Уже в детстве Майли мечтала стать музыкантом. К семи годам она научилась петь, играть на гитаре и писать песни. Это просто. По крайней мере, для меня. Многие считают, что писать музыку трудно, но всё зависит от того, как это делать. Иногда я начинаю с того, что наигрываю мелодии на гитаре или пишу текст. Нэшвилль по праву считается мягкой музыкой в стиле кантри, и Майли оказалась в окружении музыкальных легенд. В их число входила и её крёстная мать, Долли Партон. Однако Майли не нравилась музыка кантри. В 9 лет она решила стать актрисой, тогда как её отец хотел, чтобы она лучше училась и была чирлидером. Но Майли не рассталась со своей мечтой. В 13 лет её пригласили сниматься в главной роли в диснеевском телесериале «Ханна Монтана». Это была история о двойной жизни юной звезды кантри-музыки по имени Майли Стюарт. Майли Стюарт – обыкновенная девчонка, которая не хочет привлекать к себе излишнего внимания. Ей не хочется, чтобы её жизнь отличалась от жизни любого другого подростка. Поэтому она решает взять себе псевдоним и новый образ и становится Ханной Монтаной. По вечерам Ханна выступает, даёт концерты и так далее, а днём опять становится обыкновенной девочкой. Спустя всего несколько месяцев после премьеры, в марте 2006 года, Майли стала такой же знаменитой, как её отец Билли Рэй. Телешоу «Ханна Монтана» имело столь же бешеный успех, как Лиззи Магуайр с Хиллари Дафф. И стала одним из самых удачных проектов «Диснея». Его премьеру посмотрело 5,5 миллионов зрителей. Спустя всего 7 недель Ханна Монтана стала самым популярным сериалом для своей возрастной аудитории. Дети от 6 до 14 лет просто не могли оторваться от экрана. Мне нравится, как она поёт. Она симпатичная и хорошая актриса. Обожаю её шоу, ей так мало лет, а она такая знаменитая. Мне нравятся её песни. Ну и всё такое. Коротко о главных. Вжившись в образ, Майли быстро стала настоящей Ханной Монтаной. Она стала давать концерты в окружении знаменитостей, вести шикарные церемонии и принимать награды. При этом она оставалась звездой собственного сериала и старалась жить нормальной жизнью. Мне кажется, я похожа на обе ипостаси. На сцене я люблю быть Ханной, там я совершенно преображалась. А в повседневной жизни я люблю проводить время со своей семьёй и друзьями, поэтому моя жизнь очень напоминает сюжет Ханны Монтаны. Возможности переключаться между образами есть свои плюсы. Я могу выбирать, кем сегодня буду, Ханной или Майли. Порой мне не хочется надевать парик, нет настроения. А иногда мне не хочется вставать и мыть голову. В эти дни я обычно бываю Ханной. Майли последовала примеру Хиллари Дафф и использовала свою славу, чтобы стать успешным музыкантом. Сольную карьеру она начала в июне 2007 года. Первый альбом назывался «Нит Майли Сауэрус». Он вышел одновременно со вторым саундтреком к сериалу «Ханна Монтана». Самое главное – это то, что на диске слушатель знакомится со мной, узнаёт меня, узнаёт, что я думаю. Это здорово, это что-то новое. Мои поклонники увидят Ханну и в то же время познакомятся с тем, кто её исполняет. Майли написала 8 из 10 песен с альбома, который быстро стал платиновым. Первым синглом стала композиция «Сью Эгген», которая вошла в первую десятку чарта «Билборд». А коллега Майли Джейсон Эрлс стал её первым поклонником. Она классная, наверное, у неё есть какая-то формула успеха, потому что её песни постоянно крутятся в голове. Её музыке так просто пристрастится. Подростки, особенно девочки, обрели в лице Майли Сайрус нового кумира. Ей нравится петь, и она отлично умнее дожигать с друзьями, с такой, как она, хочется познакомиться. Очень. Популярность Майли достигла невиданных высот после того, как она снялась во второй части сериала. Билеты на её концертное турне «Best of both worlds» были распроданы в рекордное время. Изначально она должна была дать 54 концерта в разных точках США и Канады, но затем количество городов возросло до 69. Режиссёром гастрольного тура был Кенни Ортега, который снял три популярных части классного мюзикла. Поработав с Майли Сайрус, Кенни сравнил её со столь же популярной молодой звездой «Золотого века» Голливуда. Майли, как говорится, родилась в правильной семье. Её родителями являются Билли Рэй и Тиш. Они дали ей прекрасное образование и воспитание. Она напоминает мне Джуди Гарланд в возрасте 13-14 лет. В ней есть нечто волшебное, она уникальна. Одна на миллион. Необычайно одарённая девушка. После турне вышел концерт Ханны Монтанны в 3D. Как и можно было ожидать, в первые же выходные он собрал в прокате 31 миллион долларов. В июле 2008-го Майли выпустила свой новый альбом «Брейкаут». Это была первая сольная пластинка певицы, не имеющая ничего общего с её героиней Ханной Монтанной. Новый альбом позволил ей выразить себя и свой стиль. Я думаю, он поможет мне разобраться в себе, отделить образы от самой себя. Она объяснила, почему назвала альбом «Брейкаут». Я считаю это название очень подходящим, потому что это мой первый прорыв в мир музыки в качестве композитора, а не просто поп-певицы. Майли написала для альбома 8 песен, включая хит «Севен Финкс», который оказался в чарте «Билборд» на 9-м месте. Но на этот раз певица откровенно призналась, что писать музыку было нелегко. Потом был долгий процесс записи. Я иногда чуть не засыпала, пока писала песни, говорила себе, что должна довести дело до конца. Майли частично пришлось оградить себя от влияния музыки других артистов. Мне нравится, когда на выпуск альбома меня вдохновляют поклонники. Я не хочу, чтобы моя музыка была похожа на чью-то еще. Все время, пока я работаю над альбомом, я стараюсь не слушать других артистов, чтобы что-нибудь у них не перенять. Альбом сразу занял первую строчку, чарта «Билборд», а песня «7 Things» стала самым популярным синглом 15-летней Майли. Смесь поп-музыки и рока в стиле Аврил Лавин была ориентирована на более взрослую аудиторию. Я стала взрослее, как и мои поклонники. Те, кому, когда я только начинала, было 12-13 лет, теперь уже по 16, а 16-летним уже по 18. И я хочу писать музыку для своих повзрослевших поклонников. Этот альбом станет популярным именно у них. Коротко о главных. Всего спустя 5 дней после того, как ей исполнилось 16 лет, Майли решила попробовать себя в новом амплуа. Она озвучила одну из главных героинь мультипликационного фильма «Вольт». Режиссер Крис Уильямс с первых минут знакомства с Майли был поражен ее талантом и профессионализмом. Все знают, какой она производит фурор. Все знают о ее графике. Но когда она пришла в студию, она была такой сосредоточенной и сконцентрированной. Она сыграла роль, как настоящий профессионал. За всей этой популярностью скрывается настоящий талант. Майли осталась недовольна тем, как она справилась с озвучиванием фильма. И написала и исполнила главную тему мультфильма «I Thought I Lost You». Песню номинировали на премию «Золотой глоба». Смайли была очень польщена. Я спала. И вдруг у меня зазвонил телефон. Я взяла его и обнаружила огромное количество смс-ок. И так я узнала о том, что случилось. Я была в восторге, но это было утром. Я плохо понимала, что происходит. А теперь начинаю сознавать. Свой 17-й день рождения новая любимица подростков отпраздновала в Диснейленде. Вскоре после этого ее признали самой богатой молодой знаменитостью 2008 года. Всего за один год она заработала более 25 миллионов долларов. Журналисты поинтересовались, остались ли для нее еще какие-нибудь недостижимые высоты. Надеюсь, я еще многого смогу достичь. Не люблю скуку. Хочу побольше путешествовать. Надеюсь, что смогу продолжить свою карьеру и найти новые способы разнообразить ее. Для начала на экраны вышел полнометражный фильм «Ханна Монтана». На премьере в апреле 2009 года Майли вспоминала, как она начинала карьеру. Это то, о чем я всегда мечтала, то, ради чего я так усердно работала. Я рада быть здесь, в Нэшвилле, со своим фильмом, потому что именно здесь я выросла. В саундтрек к фильму вошла песня близкого друга Майли Тейлора Свифта. Она появилась в фит-парадах еще до премьеры картины. Я в восторге, поверить не могу, что мы его наконец-то отсняли. Мне кажется, что даже не обязательно смотреть фильм, чтобы понять песню. Обо всем расскажет саундтрек. Теперь Майли решила серьезно заняться своей актерской карьерой. Этим летом я снимаюсь в фильме Николаса Спаркса, сценарий, которому он написал специально для меня. Мне это очень понравилось. Я жду не дождусь съемок. Хочу побольше интересных ролей и рок-музыки. Это здорово. В фильме «Последняя песня» Майли играет непокорную пианистку, которая обретает свою любовь в маленьком городке в Джорджии и мирится с отцом, умирающим от рака. По окончании съемок Майли отправилась в концертное турне по США и Великобритании, а затем начала работу над третьим студийным альбомом «Can't be Tamed». Она также собирается начать брать уроки актерского мастерства для предстоящей роли в фильме «Крылья». Коротко о главных. Взросление – это болезненный процесс. Как же тяжело приходится подростку, когда он растет в постоянном свете вспышек фотоаппаратов. По мере того, как Майли набирала все большую популярность, она старалась не обращать внимания на заявления, будто она переняла эстафету у Бритни Спирс и стала первым объектом охоты папарацци. За мной часто ходят по пятам, но я стараюсь жить своей жизнью. Нужно ограждать себя от излишнего внимания. Стремительный взлет Майли к славе навел многих репортеров на мысль о том, что она может пойти по той же дорожке, что и Бритни Спирс. Они предполагали, что из культовой поп-звезды она превратится в посмешище для газет, начнет сниматься в неприличных клипах и журналах, после чего у нее появятся проблемы с алкоголем и наркотиками. Другим ярким примером служит Линдси Лохан, бывшая звезда Диснея, которая закончила свою карьеру обвинениями в хранении наркотиков и вождении в пьяном виде. Но Майли, утверждающая, что является религиозной христианкой, не хотела иметь ничего общего с падшими королевами шоу-бизнеса. Она была уверена, что сможет избежать подобной участи. Можно быть крутой, веселиться, шуметь и буянить, и делать все, что душе угодно, но нельзя снимать с себя ответственность. За Майли присматривает ее любящий отец. Кроме того, ее поддерживают восторженные поклонники. Она не превратится в Литни Спирс. Она прекрасный пример для подражания. Она и вправду очень милая. Майли серьезно относится к своему статусу и знает, что ей подражают миллионы. Она считает, что у нее есть все необходимые качества, помогающие справиться с публичным вниманием. Во-первых, я всегда держу в голове одну фразу. Нельзя жить хорошо, когда в уме ты настроен на плохое. Однако Майли прекрасно знает, что как бы осторожно она себя не вела, таблоиды не упустят возможность распустить о ней грязные сплетни. Даже если все они окажутся ложными. Разумеется, газетчики почти сразу написали, что она встречается с несколькими парнями. Я не знаю, когда читаешь о себе такое. Так много всего обо мне пишут. Например, в молодежных журналах. У Майли 15 бойфрендов. Понимаете, о чем я? Все эти разные люди. Они выбрали их наугад, но я с ними не встречаюсь. Про меня пишут много всякого. Это забавно читать. В интернете также ходит много слухов о Майли. Так в одном из онлайн-журналов появилась вымышленная статья о том, что Майли беременна. Слухи распространились со скоростью света. Представители певицы быстро опровергли эту информацию. Майли удалось расспросить, когда она в следующий раз вышла в свет. Думаю, меня пытаются определить в другую категорию, где мне нет места, потому что я паинька и хочу оставаться ею. Но, несмотря на то, что Майли удается поддерживать имидж паиньки, она все же настроила против себя родителей многих своих поклонников в 2008 году. Тогда ее фотографии, сделанные Анне Лейбовиц, появились в журнале «Венити Фейр». На них Майли предстала перед зрителями с обнаженной спиной. Хотя спереди ее прикрывало-покрывало, многие консервативные родители возмутились снимками. Поначалу Майли считала, что фотографии получились высокохудожественными, а не пошлыми. Тем не менее, позднее ей пришлось признать свою ошибку. Необдуманный шаг грозил положить конец успешному сериалу Хана Монтана. Майли быстро отреагировала, принесла свои извинения и сказала, что ей стыдно за произошедшее и за то, что она расстроила своих поклонников, которых она очень любит. Журналисты бросились к бывшей королеве тинейджеров Хиллари Дафф за комментариями. Я услышала об этом, когда была в Реджосе Келли. Но не знаю, что я по этому поводу чувствую. Плохо, если она об этом сожалеет, но каждому свое. Я сочувствую ей. Сожаление – это отвратительное чувство. Пока пресса упорно раздувалась, скандал, Майли поддерживали друзья. Мне кажется, на нее сейчас оказывается столько давления. Она просто сделала это необдуманно. Теперь она в этом раскаивается. Пресса выдвигает так много предположений, они берут один незначительный факт и раздувают из него катастрофу вселенского масштаба. Но ей на самом деле наплевать на все это. И нам всем на это наплевать. Коротко о главных. Майли старается держать свою личную жизнь в секрете, но она понимает, что папарацци просто так от нее не отстанут. Ей удается с достоинством отвечать на злобные выпадки прессы. Лично я всегда говорю, что для того, чтобы заслужить уважение, необходимо уважать других. Поэтому я отношусь к ним настолько уважительно, насколько возможно, и стараюсь давать им другие поводы для обсуждения. Я надеюсь, что они продолжат относиться ко мне с таким же уважением. Даже под пристальным вниманием прессы, Майли в течение двух лет ухитрилась подстричаться с младшим из Джонас Бразерс, Ником. В 2007-м они расстались. Позднее, в интервью молодежному журналу, Майли сказала, что долго переживала и перекрасила волосы в черный цвет, чтобы как можно меньше напоминать себе прежнюю Майли. Несмотря на разрыв, пара поддерживает дружеские отношения даже теперь, когда Майли встречается со своим коллегой по фильму «Последняя песня» Лаймом Хемсуартом. Но дружба всегда была одной из важнейших опор в жизни звезды. В числе ее друзей коллега по сериалу Эмили Осмонд и актеры из классного мюзикла. Майли также сдружилась с Тейлор Свифт. Неудивительно, что они с радостью ухватились за предложение спеть дуэтом на церемонии вручения Грэмми 2009. Когда мы с Майли встречались, то часто обсуждали, что было бы здорово выступить как-нибудь вместе. Мы хотели, чтобы это было что-то особенное, это предложение пришлось как нельзя кстати. Мы в таком возрасте, мы всегда хотели выступить вместе, и сейчас самый подходящий момент, выступление на Грэмми это почетно, мы споем вживую, ничего электронного, все будет естественно. Но когда Тейлор снялась в фильме Ханна Монтана, Майли сказала, что им совсем не пришлось играть. Мы всегда отрываемся по полной, мы не хотим быть серьезными на съемках, но я вообще нетипичная девочка, поэтому у меня плохо получается хихикать на съемках, жеманничать и так далее. Когда я играю, мне хочется больше походить на свою героиню, мы отлично повеселились. На съемках, как всегда бывает, когда мы встречаемся. На протяжении последних лет Майли и Тейлор оставались близкими подругами, помогая друг другу жить под прицелом кинокамер. Майли и Тейлор